Иногда капсулу времени искать не приходится очень далеко. Иногда она каждый день с тобой. Как данный КАМАЗ, КАМАЗ 11.11 или АК. Последнее время, каждый день я на ней езжу. Для чего вообще можно купить такую капсулу времени? Нет, не просто для того, чтобы ездить. Ее можно купить только для какой-нибудь интересного проекта. И вот данный КАМАЗ покупался для проекта вокруг Европы на Оке. То есть планировалось, была шенгенская виза, планировалось объехать все страны Европы на этом маленьком автомобиле. Для чего объехать? Для того, чтобы увидеть вот такие красоты, которые вот здесь мы тоже видим. Красивых мест в Европе, конечно, очень много. И хотелось не только самому их увидеть, но и показать этому маленькому автомобилю, у которого, когда я его покупал, был пробег всего лишь 3000 километров. Но, к сожалению, эпидемия коронавируса изменила все планы. И два года эта капсула времени простояла в гараже, а потом я и решил показать хотя бы что-то красивое, то, что рядом. И однажды, сев за руль данного автомобиля, я вдруг понял, что это не просто автомобиль, а эта машинка настоящая, близкая мне подруга. Для тех, кто сомневается, что это реально КАМАЗ, мы представим все доказательства. Ну, во-первых, вот эмблема КАМАЗа. Во-вторых, читаем КАМАЗ 11.11.3. Давайте посмотрим, что за сердце у данного КАМАЗа. Ну, а сердце данного КАМАЗа, это половина полуторалитрового восьмерочного двигателя. Сердце КАМАЗа стучит. И чем прелесть этого сердца, что оно никогда не троит. Цилиндров здесь всего лишь только два. Мы находимся в салоне этого автомобиля. Как видим, машина заведена, дверь даже открыта. И это нам ни капельки не мешает разговаривать. Автомобиль работает реально достаточно тихо. Щиток приборов, как ВАЗ-2101, это необычный КАМАЗ. Данная модификация этого автомобиля выпущена для инвалидов без двух ног. Что здесь есть? Здесь есть ручной газ. Здесь есть рычаг, который позволяет использовать его как педаль тормоза и педаль сцепления. Поворот рычага вправо, это выжим сцепления. Утапливаем рычаг, это тормоз. Итак, еще раз. Поворот рычага сцепления. Утапливаем рычага, это тормоз. Этот автомобиль сделан так, чтобы инвалиды могли ходить. Салон, понятно, по-спартански беден. Есть только все самое главное. Приятно, что есть уже обогреватель заднего стекла. Есть омыватель и задний стеклоочиститель. Вентилятор и гнездо для подключения прикуривателя. Данный автомобиль был куплен, когда в нем пробег был 3000 километров. Но автомобиль настолько мне понравился, что меньше чем за год пробег стал почти 14 тысяч. С таким пробегом у подруги и с такой подругой, конечно, можно было бы вокруг Европы. Но из-за войны, к сожалению, это нереально. Но в Европу это обязательно. И будут видео, где подруга побывала в Европе. Приятно посмотреть на диски и резину 20-летнего автомобиля. Вот так выглядит родная покраска диска. Вот так выглядит родная резина. Ну, давайте попрощаемся сегодня с этим автомобилем. У меня есть еще одна АК, которая выпущена в Серпухове под маркой SEAS. Та АК 98-го года. Тоже капсула времени. В ней примерно такой же пробег. Мы сделаем видео, где сравним, чем отличаются две эти АКИ. И поверьте, отличий достаточно много. До встречи!